Всем привет! Дядя Дюро дает прогноз на матч Кубка Англии четвертого раунда Манчестер Сити Арсенал. Информация будет полезна слушателям, которые привыкли думать своей головой, а не слепо следовать советам других. Последние матчи команд. У Манн Сити два поражения из последних десяти матчей и семь побед. Последние три матча горожан были результативными. У Арсенала только одно поражение и восемь побед. В последних трех матчах обе команды очень много забивали, по восемь голов каждая. Напомним, что в предыдущем туре Кубка Англии Манчестер Сити вынес в одну калитку многострадальный Челси 4-0, а Арсенал в прогулочном режиме обыграл Оксфорд 3-0. Очные матчи. В очных матчах тотальный перевес на стороне Манчестера. Девять побед при одном поражении. Последние два очных матча были результативными. Манн Сити выиграл у Арсенала последние четыре домашних матча. Последние три игры выиграл с сухим счетом. Однако в предыдущей игре на Кубок Англии Арсенал обыграл Манчестер Сити 2-0. Это была единственная победа канонирована над горожанами в последних десяти очных матчах. Прогноз на исход матча. Хозяев здесь поставили явными фаворитами. С этим трудно спорить, глядя на статистику очных матчей в этой паре. Однако не будем забывать, что Арсенал сейчас на ходу рвется в чемпионы. Весь вопрос в том, насколько команде нужен этот Кубок Англии. Если делать выбор между Кубком и Победой в АПЛ, приоритет здесь, конечно же, очевиден. С другой стороны, Арсенал считается самой кубковой командой Англии. Обе команды из розыгрыша Кубка Английской Лиги уже вылетели, поэтому дополнительной нагрузки у них не будет. Можно ожидать, что обе будут играть в своих боевых составах. Надо отметить, что в этой паре очень давно не было ничьих. Силы команд сейчас примерно равны. В самый раз здесь им сыграть бои в ничью. Коэффициент очень высокий 4.45. Конечно же, шансов на победу хозяев будет поболее, чем на ничью. Но вот если сравнивать коэффициенты 1.76, которые дали на победу Ман Сити, и на ничью 4.45, это будет соответствовать вероятностям 57% и 22% соответственно. Но, наверное, на ничью здесь можно дать процент повыше. Где-то около 30-35% было бы более справедливо. Поэтому ради 4.45 здесь можно рисковать. Чуть более надежным вариантом, конечно же, будет Х2 за 2.27. Шанс на то, что гости здесь выиграют, относительно невысокий, но он достаточно реальный. И будет очень обидно, если вот поставить на ничью, а Арсенал возьмет, да и выиграет. Тотал голов. Игра обещает быть очень упорной и сложной. Обе команды в своих предыдущих матчах АПЛ забили по 3 гола своим соперникам. Последние 2 очных матчей в этой паре были результативными. В последних 3 выездах на Эмирейдс Арсенал не забивал. Поскольку на низовой вариант матч дали высокий коэффициент, можно брать тотал меньше 3.5 за неплохие 1.48. Но не должна такая принципиальная игра получиться слишком уж результативной. Лаве команды забьют, да нет. Арсенал в 3 последних выездах на Эмирейдс не забивал. Сейчас канонеры на ходу должны бы прервать уже затянувшуюся безголевую серию в Манчестере. С другой стороны, в этой паре в последних 10 матчах было только 3 забивные игры. И никогда не игралось 2 забивных матча подряд. Ну, наверное, в нынешней ситуации эта тенденция должна быть уже сломана. Вот потенциальный счет 1-1 был бы здесь в самый раз. Подводим итог. Ожидаемый вариант на этот матч тотал меньше 3.5, коэффициент 1.48. Оптимальный вариант классика видео безобьет, да, коэффициент 1.67. Ну, доходный вариант, конечно же, ничья. Коэффициент 4.45, очень высокий. Как оно будет, на самом деле покажет игра. На этом все. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.